У Мазырским районе у память о вспаленной уходы войны вёсцы мясцовый предприниматель усталявал мемориальный крыш, невеликую каплицу и звон. 22-го соковика 1943 года в один день с хатынью фашисты знищили вёску Казимировка разом с Жихарами. Тих, кто пробовал тячей, расстреляли. Среди загинувших были родные мазырского предпринимательства Михаила Евжика. Протягте мы далее в сюжете. Колись на этом месте стояла великая гостинная хата. 22-го соковика 1943-го дом, як и десятки інших, спалили карники. Загинули 127 вязковцев. Сарод их, каля 10 человек, родная мазырского предпринимательства Михаила Евжика. Ягу мать Марфа Савельевна вышла замуж и жила у суседней вёсцы. Напереда не трагеды, и она приехала у батьковскую хату, хотела покинуть свою шастигадовую дачку Надю с бабулей. Але девчонка захварела и до дому вернулись разом с ёй. А про з некольких годин доведалися. Казимировку и усихя Ежихароу спалили. Кто спробовал вырытываться, расстреляли. И там полицай был в одной женщине, брат. Они зашли все покушать. И мать говорит, побегу я, спрошу, что там слышно. Ну, побегла туда, говорит, что слышно. А она говорит, плохо. Окружили, говорит, всю деревню и перебили их. А потом, говорит, мог-то и живой остался. Так подпалили. А кто хотел утекать? Так окружены были, они же расстреляли. Доведавшись о протое, что сдарилось, А Марфа Савельевна побегла у Казимировку. На место родной хаты, попялища и останки. Самых близких и дорогих. Прибежала сюда, здесь еще попялища была. Нашла косточки, похоронила где-то возле яблонька. Она уже не помнит в этом. Начали стрелять, и она, естественно, ушла. Мазырский предпримальник Михаил Евжик народился после войны. Про ее подеи ведал по рассказах родных. У память о бабуле, якую Николе не башу, и у всех невинно загинувших ахвярах неверогодной жорсткости, инициовал установку мемориального крыжа, невеликой каплицы и звона. Создание чесоуниума, мемориального креста, пришло как бы само по себе. Никто это не подсказывал, никто это не наставлял, а просто душевное состояние такого человека. Я родился сразу после войны, видимо, это с молоком матери, и все горы, и вошло у меня, поэтому как бы есть такая потребность душевная оставить не просто память, а как бы пообщаться с теми людьми, которые перенесли всю эту трагедию, как говорится, в другом мире. А мы в этом мире должны об этом помнить, и не дай Бог никогда не допускать, особенно между усобиц, каких-то распро и так далее. Карная операция 22-го соковика 1943 года у военном календары Беларуси покинула выпаленный след. У православной свято святых 40 покутников были спалены десятки вёсок. Мазырская хатынь, Казимировка. Цепер тут стоит каплица, каб задуматься и помолиться за душыня вина загинувших. Миколай Скинтиян при подтримце телеканала Мазыр.